Доброе-доброе утро. Доброе утро. Меня зовут Юля. Меня зовут Аня. А меня зовут Валентин. Да, мы организаторы этой конференции. Сейчас у меня с Анной будет несколько, вот как раз, что я обещала, организационных деталей этой конференции, а далее Валентин расскажет про программу, собственно, про Moscow Python, про то, как получилась эта конференция. Ну, во-первых, мы попросим вас всех отключить звук на ваших мобильных телефонах, чтобы не отвлекать наших спикеров. Но, несмотря на это, просим все-таки обращать внимание на очень важные объявления в наших организационных каналах. Чуть позже о них обязательно расскажем. Хэштег нашей конференции вы видите на экране. Он есть сзади в бейджи, написан. Пожалуйста, все ваши посты в соцсетях, тегируйте этим хэштегом. Наш медиа-центр все увидит. Интересные посты запостят себе в наш канал, ну и раскрутят. Больше лайков вашим постам. Сейчас на экране вы видите наши основные каналы в Телеграме. Первый – это наш чатик. Там можно обсуждать доклады, на которых вы присутствуете. Можно высказывать пожелания организаторам о том, чтобы сделать холоднее, теплее в зале, ну и так далее. То есть это такой чат, свободный для общения. Ну и мы все читаем этот чатик, обязательно мониторим, чтобы все было хорошо. И второй – это наш канал. Там все самые важные организационные объявления. Объявления о старте докладов. И если какие-то будут изменения в расписании, все тоже там. Да, если что, эти и другие соцсети есть сзади в Ведже тоже. Это наш бот в нашей конференции. Он умеет, на самом деле, несколько очень важных вещей. Вы можете звездочками отметить там доклады, которые хотите посетить. Он обязательно напомнит вам об их старте за несколько минут. Также там можно выбрать себе попутчиков, если куда-то собираетесь поехать после конференции, для того, чтобы разделить с ними такси. Ну и также мы принимаем любые пожелания тоже в этом боте, в свободной форме. Можно ему написать, и мы обязательно все прочтем. Да, и там можно ставить оценки и отзывы докладу. Вот, собственно, наша программа. У нас бэдж оформлен книжечкой. Откройте, пожалуйста, бэджик. Откройте книжечки. Откройте книжечки на шее, которые висят, да. Найдите, пожалуйста, цифру, номер, который находится возле первого доклада в этом зале, большой зал. Нашли? Циферка 7 там. Цифра 7 – это номер страницы, на которой, номер страницы в брошюре, на которой написано про этот доклад, есть фотография спикера, ну и короткая информация о спикере. То есть у нас все как-то затегировано, что везде все можно посмотреть. Также внизу обозначены сложности докладов. Сложности каждого из докладов вы можете также увидеть в брошюре. Около каждого зала у нас есть такие роллапы, на которых написана дискуссионная зона. Туда обязательно придет каждый спикер после доклада и будет там в течение 20 или 30 минут. И если вы не успели задать вопросы во время времени в зале, вы можете выйти туда и успеть это сделать там. Обязательно это делайте. Обязательно задавайте вопросы. Спикеры очень любят, чтобы им задавали вопросы. И у нас сегодня вечером будет автопати после докладов в фойе, где разливают кофе. Кофе медленно заменится на пиво. И можно будет посидеть, поиграть, поболтать. Активный нетворкинг начнется. Ну и далее немного о программе и непосредственно конференции. Передаем слово Валентину. Да, спасибо большое, друзья. Я прошу вас бурные продолжительные аплодисменты о том, какой вклад компания OnTico, с которой мы сегодня делаем наше мероприятие, внесла в нашу конференцию, я скажу чуть позже. На самом деле я не столько про конференцию и про программу, я больше про Moscow Python. Меня зовут Валентин Домбровский. Я евангелист, основатель Moscow Python. Трижды фигацкая ярость. Я на самом деле эту картинку вывел по одной простой причине. Под одним из видео про конференцию на YouTube был оставлен такой комментарий. Ого, нифига себе, вы грабите сообщество ценами на билеты в 30 тысяч рублей. Это грабеж, а не вклад в сообщество. Мы 30 тысяч рублей под пистолетом, под умом пистолет ни у кого из вас не отнимали, к счастью, мне кажется, да? Я надеюсь. Если так было, подойдите, скажите мне об этом. Но мне немножко… Я организую конференции уже на самом деле третий год. И помимо Moscow Python Conf я организую еще Travel Tech Conference Russia. Соответственно, две конференции каждый октябрь. И я уже спокойно отношусь к комментариям по поводу цен на билеты. Это бывает всегда, постоянно. Но меня затронула немножко вот эта тема про вклад в сообщество. Про то, что мы делаем для вклада в сообщество. И как раз конференцию, для тех, кто из вас на ней первый раз. А кто первый раз на конференции? Вот, большая часть. Отлично, отлично, супер. А кто был на метапах Moscow Python? Окей. То есть я, скажем, так примерно прикидываю, что примерно половина тех, кто первый раз, первый раз также вообще на любом из мероприятий Moscow Python. Ну вот. И поэтому я для тех, кто первый раз на конференции, я хочу сказать, что каждый год, каждую конференцию я использую как некую такую отчетную точку. Мы отчитываемся перед сообществом о том, что мы для него делаем. Вот. И каждый год, уже третий год, я готовлю слайдики. И это очень удобно смотреть, как бы оглядываться назад, а что было тогда. И вот, что было тогда. То есть это было год назад. Нам было пять с половиной лет, 49 метапов, ля-ля-ля-ля. Мы это все похерим. Что у нас получилось сегодня? У нас уменьшился логотип Moscow Python на слайде. Да, мы провели 60 метапов. То есть мы держим планку в 11 метапов в год и один месяц мы выделяем под конференцию. У нас также на каждой встрече 200 плюс посетителей. У нас количество просмотров на YouTube. Мне очень нравится эта метрика. Я все время захожу в наш YouTube, смотрю, когда там планочка. Тут же 599-990. Сейчас будет. В общем, больше 600 тысяч просмотров на YouTube, почти 10 тысяч подписчиков. Больше 4 тысяч человек в Facebook. На рассылку подписано больше 5 тысяч человек. Больше 300 человек, обученных на курсах Learn Python. Ну, давайте так, не буду кривить душой. Это люди, которые пошли на курсы. А уже дальше они сами решили, готовы ли они заниматься. У нас 60 человек в текущем наборе Learn Python, а в следующем будет еще больше. Мы запустили Python Junior подкаст буквально пару месяцев назад. Ну и да, канал, чат в Telegram, чат в Slack и тому подобное. И в этом году конференция наша стала больше. Больше как минимум по количеству докладчиков, больше по количеству дней, больше по количеству привлеченных иностранных участников. Ну и я уверен в том, что она также стала лучше, потому что вот эти ребята, с которыми мы делаем конференцию в этом году, они крутые. Мы хотели делать свои конференции, как они. А тут внезапно к нам пришел Олег, Олег Бунин из зонтика, и говорит, а давайте делать вместе. И мы такие, о, круто, классно, давайте делать вместе, супер. И с нас сняли много головной боли в плане организации, за что им очень большое спасибо. Их опыт нам очень-очень-очень помог. Вот. Да, сообщество. Сообщество — это евангелисты сообщества, мы так называем. Мы тут недавно общались с одним из, так сказать, будущих евангелистов нашего сообщества в кофейне. Рассказывали, давай, типа, делать что-то вместе. И так потом подумали, интересно, как это выглядит со стороны. Вот. Типа, приходи к нам, евангелисты. Наши это самое. Нас даже иногда спрашивают, у вас что, там какая-то секта? Ну, не знаю, мне нравится слово «эвангелисты», хотя не все это одобряют. Ну, в общем, сообщество существует благодаря вот этим людям. Михаил Корнеев, сооснователь сообщества. Big round of applause. Я попрошу вас. Михаила здесь сейчас нет, но он, я думаю, почувствует это. Посмотрит запись трансляции потом. Да, вот. Григорий Петров. Very big round of applause. Вон он встал сзади, да? Вот он, он даже встал. Владимир Филонов. Илья Лебедев. Вот он сидит радостный. Наш новый евангелист, который присоединился к нам в этом году. Злата Абуховская. Ну и ваш покорный слуга. Очень так, да, скромно подвел. На самом деле, это все вы тоже, да? То есть сообщество — это все вы. Давайте похлопаем себе. Похлопайте себе. Вот. Моя любимая цитата про Пайтон — это то, что Пайтон — это язык, созданный сообществом. Кто сказал? Ну, кто сказал? Гвид Иван Россом. Правильно, молодцы. Супер. На самом деле, еще хотел добавить, что помимо евангелистов, вот, скажем так, ядра, да, из шести человек, с нами в разных активностях, там принимают участие разные ребята, преподаватели курсов, люди, с которыми мы делаем вместе сайт Пайтон.ру, люди, с которыми мы вместе пишем подкасты. Это все очень-очень тоже важные люди. И некоторые из них, кстати, сегодня находятся на нашем стенде. Вот в холле там стоят два стенда — Moscow Python и PeterPy. В расписании это называется, которое на сайте называется, экспертная зона. Да, это экспертная зона, и, кстати, да, подходите, если что-то вы в докладах не услышали про Пайтон, о чем вы хотите поговорить, подходите к этим ребятам, общайтесь с ними, как бы больше Пайтона, больше общения про Пайтон. Вот. Вот такие дела. Да, и еще раз отдельное спасибо нашим друзьям из Зонтика, организаторам замечательной конференции Highload++. Кто знает, что такое Highload++? Ну, круто. Ну, я думал, все. Ну, ребят, да, вы как бы go and google, ну, на самом деле, highload.ru, да, посмотрите. Еще раз, самое крутое IT-мероприятие в России. Ну, я надеюсь, что мы когда-нибудь приблизимся вместе с вами к этому, да, тоже будем на равных, так сказать, будем находиться. Вот, 8-9, да, 8-9 ноября. Да, 8-9 ноября в Сколково, Москва. Да, в Сколково, посмотрите, там, кстати, тоже говорят про машинное обучение, там тоже и питон, там, в общем, все там круто и классно. Вот. И да, спасибо большое нашему программному комитету. Прежде чем мы перейдем к программе, хочу сказать спасибо нашему программному комитету. Александру Хайорову, Ваню Цыганову, как удобно, что у меня есть вот это. Леониду Кальниусу, Андрею Власовских, Андрею Светлову, Володю Филонову, Злате Обуховской, Легу Бунину, Роману Поборщиму и руководителю программного комитета Григория Петрова. Вот. Да, и еще раз аплодисменты руководителю программного комитета Григория Петрова. Что ты хочешь забавить еще? Нет? Все? Да, на этом все. На этом мы переходим к программе. Меня Гриша попросил, найди какую-нибудь картинку, которая показывает, что программа классная. Вот. Мне кажется, вот этот котик, он очень ждет Григория. Надеемся, что ваши глаза будут такими же. Да, на каждую докладчика. И сейчас руководитель ПК Григорий Петров расскажет нам про программу. Прошу. Ой, кстати, нас было как-то поменьше. Ну, всем привет. Мы делали программу 5 месяцев. На самом деле подготовка конференции начинается примерно за полгода, а лучше за 9 месяцев. Вот. И наша задача была создать место, где мы сможем пообщаться. То есть конференции, которые мы делали до этого, и конференции, которые делали Олег, это на самом деле основная тема, на которой мы и сошлись. Здесь Олег Буниен, Highload, Moscow Python, сообщество, метапы, конференции. Мы делаем места, где разработчики могут собраться и пообсуждать за индустрию. Потому что, вы знаете, Stack Overflow и Medium, это, конечно, очень круто, но там пишет небольшая группа лиц, которым нравится писать на Stack Overflow. И это далеко не вся индустрия. А очень много разработчиков, они просто работают по 8 часов в день, 5 дней в неделю. И мы совершенно не знаем, что думают эти разработчики, какие технологии они используют, как они относятся к IOH, TTP или Kafka. Именно поэтому мы собираем конференцию, куда мы заманиваем их разработчиков, приглашаем их спикерами, они сидят в программном комитете. И здесь главная ценность представляет не доклады. Здесь, на нашей конференции, главную ценность представляет общение. Вот эта огромная зона для нетворкинга по центру, она активна оба дня. Там неисчерпаемый запас кофе, печенек, там будет обед, сегодня вечером там будет пиво. И именно там, общаясь друг с другом, мы сможем узнать, о чем же на самом деле дышит индустрия в конце 2018 года. Поэтому программу мы постарались сделать разнообразной, чтобы были освещены совершенно разные темы. В первый день, во второй трек мы поместили всех англоговорящих докладчиков. Я не могу сказать, зачем мы это сделали, но нам показалось, что это прикольное, разумное решение. И все вопросы по программе, что вам понравилось, что не понравилось, считаете ли вы такое решение правильным или, Гриша, ты облажался. Вот все два дня я буду ходить по центральной части площадки и радоваться, что мне не надо ни выступать, ни вести ничего, а только тушить пожары. Поэтому подходите, рассказывайте ваши впечатления о программе, говорите, что можно сделать лучшее. Давайте обсудим мое любимое gradual typing, выпьем кофе, ну и вообще сделаем то, для чего мы собрались – пообщаться. Программу мы нарезали аккуратными часовыми слотами. Как эти слоты работают? У спикера есть примерно 35 минут, у кого-то чуть меньше, у кого-то чуть больше, чтобы выступить. Со всеми спикерами мы провели много-много-много предварительных прогонов в Zoom, поэтому все спикеры будут выступать плюс-минус 35 минут. Далее 10 минут на вопросы из зала, после чего вы хватаете спикера, вытаскиваете его в зону нетворкинга и там продолжаете с ним общаться столько, сколько вам захочется. У некоторых спикеров темы большие, они хотят рассказать много-много-много, еще больше, поэтому они откусят от вопросов, выступят там 40-45 минут, кратенько задаем вопросы здесь, хватаем спикера, утаскиваем, после чего 5-минутный пересменок, когда готовится следующий спикер. У нас плавающие обеды, за плавающие обеды отдельно спасибо Онтика, это их идея, давайте похлопаем. Как работает плавающий обед? Смотрите, у нас обед, он двухчасовой, он начинается в час, заканчивается в три, но при этом это не все уходят на два часа, в залах ничего нету. Не-е-е, все начинается с того, что обед начинается в час. В первом зале у нас часовая дырка в расписании, самые голодные, быстрые и смелые бегут есть всю эту вкусную нямку, мясо, овощи, все, как мы любим. Во втором зале идет доклад. Через час сытые и довольные те, кто поел, возвращаются в первый зал на следующий доклад, а те, кто во втором зале слушали доклад, проголодались, выбегают и тоже присоединяются к обеду. Там будет постоянное пополнение блюд, так что не беспокойтесь, те, кто придет к часу, они не смогут съесть все, потому что вдва мы порепленишим. И у нас будет два огромных двухслотовых доклада. В первый день наш спикер из Штатов, который известен своими книжками популярными по алгоритмике и своими видеокурсами по нейросетям. Вначале расскажет про нейросети для разработчиков, потом обеденный перерыв, а потом покажет, как с нуля на Пайтоне сделать и обучить нейросеть. С ним в Zoom общался я. Это круто. Во второй день точно так же автор Селеноида вначале расскажет, как мы можем с помощью Пайтона автоматически тестировать веб-сайты, потом обеденный перерыв, а потом он покажет, как можно параллельно проводить сотни и тысячи тестов с помощью инфраструктуры Селеноида. Это, наверное, все, что я хочу рассказать. Да-да-да, уже 10 часов, все-все-все-все-все. И все остальное вы узнаете из наших докладов. Спасибо вам. Всем хорошего дня.